Здравствуйте, друзья! С вами Антон Дьяченко и в этом видео мы с вами будем обновлять биос на ноутбуке. Итак, чтобы его обновить, нужно его скачать. Давайте заново зайдем. Идем на официальный сайт vtp.com Выбираем поддержку и драйверы. Драйверы и материалы для загрузки. Пишем номер своего продукта. ProBook 4515s Жмем прийти. Так, у нас, наверное, базовая модель. Есть. Выбираем свою операционную систему. Windows 7 Ultimate 64-битную. Так, выбираем BIOS. Выбираем обновление BIOS ноутбука. Жмем загрузить. То есть, текущая версия будет F20. Сейчас на ноутбуке установлен F00. Так, вот она загружается. И, в принципе, этот файл напишем на флешку. И несем на ноутбук. Либо качаем его на ноутбуке. Здравствуйте, друзья. Продолжаем. Так, открываем меню пуск. Для того, чтобы посмотреть, какая установлена версия BIOS. BIOS. И пишем MS-инфо. Инфо 32. Жмем Enter. Так, у нас открывается. Так, и вот мы видим. Версия BIOS F00. Отлично. Теперь запускаем скачанный с официального сайта BIOS. Так, жмем Далее. Next. Принимаем лицензионное соглашение. Жмем Далее. Происходит установка. Так. У нас приветствует мастер флеш памяти HPQ. Поможет выполнить обновление. Рекомендуется закрыть все приложения. То есть я обычно закрываю все приложения, которые у меня находятся в области уведомлений. Так. Когда все закрыли. Жмем Далее. Ага. Вот так вот, значит. До версии F09. Окей. Попробуем тогда. До версии F09. Так. F09. Обновляем. Так. Жмем Загрузить. На Десктоп. Окей. Так. Название файла будет. SP53.141. Отлично. Закрываем. Так. SP141. Нажимаем. Опять нажимаем Next. Принимаем лицензионное соглашение. Next. Куда будет произведиться установка. В принципе путь не меняем. Жмем Next. Идет распаковка. Так. Welcome to HP Notebook System. Update BIOS. Так. Так. Пресс-select. Option. Нет. У нас. Invite BIOS for update to this system. Жмем. Окей. Так. Мастер поможет выполнить обновление. Да. Закрываем все программы. Так. Это наша. Можно браузер закрыть. Так. Жмем далее. Так. Версия BIOS у нас 00 будет F09. Нажимаем далее. Так. Озерное копирование BIOS для экстренного восстановления. Пропустить. Так. Все. Пошло у нас обновление BIOS. На ноутбуке это делать гораздо интереснее и безопаснее. Так как есть батарея и в случаях сбоя электропитания. Ну. На ноутбуке исключены сбои с электропитанием. Так как есть батарея и если что запитаемся от нее. Так. Процесс обновления прерывать нельзя. Иначе будет плохо. Так. Идет перезапись новой системы BIOS. Итак. Зачем вообще обновлять BIOS? Итак. Это нужно для того чтобы у материнской платы появилась поддержка нового оборудования. Для настольных компьютеров это в большинстве случаев поддержка новых процессоров. которые вышли после того как вы купили материнскую плату. Для ноутбуков как и для стационарных компьютеров в принципе с новыми версиями BIOS допиливают какие то там функции возможно. И все таки компьютер становится работать стабильнее, надежнее. Ну по крайней мере хочется в это верить. Так. Перезапись новой системы BIOS успешно завершена. Идет проверка обновленной системы BIOS. Так. Процесс подходит к концу. Так. Значит что пишет. Завершение мастера работы мастера флеш памяти HPQ. Для завершения процесса мигания систему необходимо перезагрузить. Не закрывайте экран и не выполняйте переход системы в ждущий или спящий режим до полного завершения перезагрузки. После перезагрузки экран может потемнеть на несколько минут. В то время как будут мигать разные индикаторы LED. Не пытайтесь прервать процесс или отключить питание во время его выполнения. Перезапуск системы будет произведен автоматически. Ну мы жмем продолжить. Так. И ничего не трогаем. Как все писалось в программе. Ага. Пошло. Отлично. А то я уже начал волноваться. Так. Запуск Windows это вообще отлично. Так. Ждем. Ждем успешно загрузки операционной системы. Итак. У нас загружается наша операционная система. Сейчас мы опять зайдем. Откроем меню пуск. Так. Напишем. МС. МС. Инфо. Жмем. МС. Инфо. Жмем. Enter. Так. Сведения наше о системе. И биос у нас уже F09. Отлично. Вот таким вот нехитрым образом можно перепрошить или обновить биос на ноутбуке Hewlett Packard ProBook 4515s. Вместо.